В Казахстане резко возросло число заразившихся коронавирусом и увеличилась смертность от инфекции. Только за прошедшие сутки выявлено 534 случая. Но, к великому сожалению, многие казахстанцы думают, что коронавирус – это выдумка. Как заставить людей, что опасность рядом? Об этом мы поговорим сегодня. Здравствуйте. Онлайн-гость нашего телеканала ЖТСУ – именитый профессор медицины Алмаз Турегильдевич Шарман. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот такое ощущение, что в нашей стране все делается против здравого смысла. Не было вируса, был режим чрезвычайного положения. Теперь, когда вокруг умирают люди, а больницы переполнены, мы ослабили ограничительные меры. Как должны действовать? Подскажите, пожалуйста, у вас большой опыт. Я должен сказать, что карантинные меры были внедрены, введены тогда, когда вирус уже находился в Казахстане. И вот благодаря тому, что именно ввели карантинные меры, удалось каким-то образом ослабить первоначальный этап эпидемии, что было очень опасно именно в весенний период, когда было еще прохладно. И, в общем-то, если бы не ввели карантинные меры, было бы гораздо хуже. Тогда, в общем-то, и система здравоохранения была готова. То есть, я считаю, что карантинные меры в Казахстане в марте были введены своевременно. Это позволило немножко дать передышку. Но вот сейчас ослабили. Наступило лето, люди опять вышли на улицы, стали общаться, обниматься, стали проводить тои, юбилеи. И все, в общем-то, произошло так, как мы видим. К сожалению, большинство граждан до конца не осознают опасность ситуации и продолжают. А вот должен сказать, что наиболее опасными являются то, что называется суперраспространители вируса. Это те, которые посещают мероприятия различные, людные места, особенно в закрытых помещениях, где плохо проветривается. Затем заражает большое количество людей. Те люди идут домой, заражают близких, родственников. И вот результат налицо, как мы видим. Это что означает, что лучше все же общаться на улице, скажем, вне помещений. Сейчас тем более лето. Это позволяет делать, соблюдать дистанцию и носить маски. Это уже доказано. И думается, что ситуация поправима, если все мы будем следовать за таким правилам. Вот как вообще распространяется вирус? Какие механизмы заражения есть? Например, что это за вирус такой? Говорили, что зимой, может быть, перестанет этот вирус как бы действовать. Но потом говорили, что жара может повлиять на этот вирус. Но однако все вот так страшно вокруг. Может ли это быть правдой, что это возможно оружие в чьих-то руках? Как вы думаете? Ну, я так не думаю. Мне представляется, что это результат такой, скажем, эволюционной мутации вируса, который среди нас там миллионы лет находился. Но так получилось, что в связи с тем, что мы наступаем на природу, мы стали ближе уже к этим явлениям, к этим очагам. И поэтому, собственно, результат налицо. И это будет часто теперь повторяться. То есть, в общем-то, здесь вывод таков, что нам нужно больше теперь беречь природу, да, там и остерегаться. И будущие вот такие пандемии, они будут повторяться и нужно умеро предупреждений сохранить. Вот на ваш первый вопрос, к сожалению, как вот многие ожидали, что с потеплением, жарой эпидемия ослабит. Это, к сожалению, не произошло. То есть, как это бывает с сезонными другими эпидемиями, вирус продолжает распространяться. В основном это аэрозольно-капельный путь. Это что означает? Что он летает, допустим, человек заболел, вирус попадает в носоглотку, затем он, допустим, там чихнул или там закашлял или даже громко что-то сказал, то вирус попадает в воздух, он там находится в течение получаса. Если рядом человек прошел, то высокая вероятность, что вирус осядет там на одежду или на волосы, на участки тела. Именно поэтому очень важно носить маски, особенно когда вы находитесь, скажем, в супермаркетах, в магазинах или в местах скопления людей. Носить маски очень важно, маски реально защищают от инфекции. Поэтому аэрозольно-капельный путь передачи вируса он доказан. Также, конечно, желательно мыть руки. Но что очень важно, это соблюдать дистанцию. Опять повторюсь, нужно избегать скоплений людей, особенно в закрытых непроветриваемых помещениях. Поэтому лучше не ходить по ресторанам, не ходить по кафе. Желательно на улице можно проводить время, занимайтесь спортом на природе. И если вы с группой идете, то желательно, конечно, соблюдать дистанцию. Но у людей недоверие к тому, что людей на сегодня, вот смертных случаев, вот летальных исходов стало больше. Люди считают, что, например, те больные, которые умерли, они умерли от хронических своих болезней, а не от коронавируса. Вот как влияет коронавирус на вот такие вот болезни, которые есть у многих? Ну, на самом деле, приблизительно 80% людей, которые погибли от коронавируса, это те, у которых хронические заболевания, такие как диабет, гипертония, аутоиммунные заболевания, онкологические заболевания. То есть здесь причина-следствия связь такая, что хронические заболевания, они ослабляют иммунитет, то есть человеку, в общем-то, трудно бороться вот этой инфекцией. Вот. Хотя не факт, что и полностью здоровый человек не будет страдать от этой эпидемии. То есть она очень коварная, много там факторов существует, поэтому очень важно опасаться. Поэтому вирусу все равно верит человек или не верит в него, да, он здоровый или больной, если он заражает, он начинает распространяться. Многое зависит от количества вирусов, то есть то, что называют вирусной нагрузкой. То есть если попали, допустим, в закрытое помещение, где уже в воздухе витает большое количество вирусов, то не только вероятность заражения высока, но вероятность того, что тяжело завалить тоже высоко. Но одни, вот смотрите, одни переносят так легко. Вот мы же уже часто говорим каждый день, что у многих проходит бессимптомно, а у кого-то это ярко выражено. Даже если нет хронических болезней, это вот с чем связано? Ну, еще раз повторюсь, что здесь несколько факторов существует. Первое, как я сказал, это наличие заболевания, которое ослабляет иммунитет, да. Второе обстоятельство это количество вируса, то есть многое зависит от того, что называют вирусная нагрузка. То есть если так случилось, что вы находитесь в таком месте, особенно в больничной организации, там очень много этих вирусов, там высокая вирусная нагрузка попадает много в вашу носоглотку вирусов, так что иммунитет не успевает бороться против этого, то могут возникнуть очень-то тяжелые осложнения. Ну, кроме того, есть и другие факторы, такие как генетические, то есть это сейчас точно я не могу ничего сказать, поскольку это является предметом дальнейшего изучения и думается, что где-то спустя, может быть, полгода нам станет более ясно. То есть это новое явление с момента первого зараженного человека прошло приблизительно лишь полгода, накопилась огромная информация научная в мире, их сейчас мы все продолжаем изучать и должен сказать, что сегодня, например, я лично знаю про этот вирус гораздо больше, чем 3 месяца назад, когда вот мы начали активно этим заниматься. Думается, что через некоторое время нам станет более ясно о генетической предрасположенности, о поведении своего вируса, о том, как он мутирует, вот эти все вещи, они станут более доступными. Но об этом вы скажете через полгода, будете делиться своей информацией. Я уже вам сказал о том, что многое зависит от вирусной нагрузки, от предрасположенности, да, я думаю, что через некоторое время, а может это через месяц, а может и позже я уже больше буду знать о генетической предрасположенности. К сожалению, таких данных еще нет, на это нужно время понять, нужно большое количество людей изучить, там, есть ли какая-то генетическая предрасположенность. Сам по себе вирус, да, он в какой-то степени начинает уже мутировать, да, как он повлияет. То есть это, на это время я не могу точно сказать, что через полгода вот мы встретимся и я вам точно скажу об этом, да. Но сейчас вот накупился уже огромный объем информации, мы уже понимаем, какие лекарства. Вот буквально на днях появилось сообщение о том, что при тяжелых формах эффективно такое дешевое лекарство, как дексаметазон, допустим. Но об этом никто не знал буквально даже месяц назад. Вот накапливается, проводятся исследования и я думаю, что ученым будет доступна больше информации. Но, к сожалению, вирус коварный, мы не знаем точно, как его лечить. Средства, которые применяются, да, вот они во многом, скажем, чисто вслепую многие вещи используют. Поэтому единственный выход это стараться, стерегаться этого вируса, не заболеть. Вот как я уже сказал, это единственное, избегать людьих мест, надевать маски и часто выть руки. Но если даже вдруг человек заболел, находится дома, что нужно делать ему? Вот что пить? Какие таблетки? Многое зависит от того, что есть ли у него симптомы или нет. Если в любом случае, если человек заболел, у него положительные результаты, то желательно самоизолироваться, да, вообще вот членам семьи, если есть возможность такая, вот там хотя бы уйти в другую комнату, да, меньше общаться, особенно с пожилыми людьми. Нужно стерегаться вот в других общениях, если это бессимптомная форма. Вот. А если это проявление существует в виде кашля, там вот других вот таких изменений, то нужно смотреть, если уже утяжеляется состояние, то нужно делать компьютерную томографию. Если действительно кашель сильный, недомогание, сильная температура высокая, да, это может говорить о том, что, возможно, уже поражается значительная часть легких, да, это может быть 30-50% легких, да, тогда нужно госпитализация, да, тогда нужно уже помогать кислородом, тогда нужно лечить уже лекарствами конкретными, вот. Ну, по-любому, допустим, если человек все-таки находится дома, то я рекомендую, в общем-то, побольше пить теплой воды, обычно воды ни чая, ни там, ни кофе, ни соков, обычно воды с лимоном желательно, это витамин С, вот. Не помешало бы, допустим, если теплая погода, побыть немножко на солнце, на балконе или просто прогуляться на улице, если возможно. Это что означает? Это означает, что у вас в организме будет вырабатываться витамин D, который помогает также бороться с инфекцией. Ну, и, допустим, вот я своим знакомым всем рекомендую использовать раствор 0,05% хлоргексидина, да, промывать нос и, скажем, промывать гоно. То есть, тем самым можно снять геросную нагрузку и это уже представляет меньшую опасность для окружающих. Я просто хочу задать вопрос, что это волнует многих наших телезрителей, они нам звонят, задают этот вопрос нам, мы хотим адресовать его вам. Смотрите, в этом, в WhatsApp, вот в мессенджерах во всех распространяется видео о том, что все ватные палочки для тестирования заражены. У людей паника, отказываются сдавать тесты. Ну, насколько это правда? Дайте вот конкретный ответ, пожалуйста. Такое возможно вообще? Ну, вот такое возможно, кто-то намеренно это делает. Но, по крайней мере, то, что я наблюдал лично, я видел, да, они все в одноразовых пакетиках при вас скрывают. И вот эти вот тампоны, их очень важно правильно использовать, глубоко засунуть в носогрузку, чтобы там действительно найти опросты ткани, которые содержат вирус. Ну, я думаю, это все опять из тюля заговора. Чего-то, сука, я не слышал за последнее время. Еще раз повторюсь, если кто-то не хочет там навредить, то я не думаю, что огромное число людей там будут сидеть и специально распространять инфекцию. Тем более, это в вакуумном пакете находится, в вакуумном, вряд ли там вирус выживет. Ну, смотрите, если действительно стерильный пакет, и при вас открыли стерильный пакет, то там точно нет вируса. Ну, я не знаю, я даже теоретически не представлю случаю, что кому-то придется голову там распространять, взять одного пациента и передавать другому. Ну, вот вы развеяли. Отпустите эти глупости. Их много, в общем-то, по интернету ходит. Скажите, пожалуйста, вы в своем авторском блоге сказали, что широкомасштабное тестирование важно для контроля эпидемии. Сколько же тестов нужно в условиях нынешней пандемии для Казахстана? Ну, такая арифметика. Должно быть приблизительно вот здесь вот лимит такой 10% от всех тестированных, если обнаружится, что они заражены, если выше 10%, то нужно увеличивать число тестирований. Если меньше 10%, то, в принципе, там все нормально. В Корее от всех тестированных приблизительно 3% зараженных. То есть, в принципе, там система хорошо налажена. Вот. А если у нас процент выше 10%, тогда нужно расширять, то есть нужно наращивать объем тестирований. К сожалению, я не владею информацией о том, сколько процентов в Казахстане тестированных вышли, так сказать, положительными. Вот. Но есть другой расчет, потому что приблизительно 0,9% населения должно быть тестировано на еженедельной основе. Я сделал перерасчет. Это означает, что в Казахстане ежедневно нужно проводить 23 тысячи тестов на коронавирус. Ну, соответственно, в городе Алмате это выше. Я думаю, в городе Талдукургане это тоже выше, чем, скажем, рядом находящийся поселок. Полагаю, что плотность заражения там ниже, чем в городе Талдукургане. Скажите, пожалуйста, вот коронавирус, вот эта инфекция, именно эта пандемия позволит изменить вообще систему здравоохранения, вообще сознание людей после всего происходящего? Как вы думаете? Ну, я очень надеюсь, что изменит сознание. Люди более серьезно будут относиться вообще к своему здоровью и к системе здравоохранения. Наконец поймут, что врачи являются, пожалуй, одной из наиболее важных специальностей. Будет больше уважения, надеюсь. Сейчас наконец поняли это. И поэтому здесь должно произойти переосмысление. Но люди будут более серьезно относиться к мерам гигиены, будут чаще, скажем, мыть руки, чаще мыться, да, плеваться не будут на улице, да. То есть, ну, нужно понимать, что это все связано с тем, что вот мы рассматриваем, ну, может быть, не коронавирус, а какую-то другую инфекцию. Поэтому очень важно относиться более бережно и вообще понимать, что вот эти вот пандемии, они чаще теперь будут повторяться. Поэтому нужно вот соблюдать все эти меры и, скажем, предупреждать. Ну и в целом, если посмотреть, то и ценности поменялись. Я надеюсь, люди понимают, что теперь не так важно, допустим, ездить там на дорогой какой-то роскошной машине, да, или одевать какие-то брендовую одежду, например. Ну, я особо никогда этим не увлекался, но я знаю некоторых моих друзей, которые этим увлекались, вот теперь вот думаю, для чего это нужно было накапливать. То есть, есть ценности, которые гораздо важнее. Это свое здоровье, да, это благополучие близких, и поэтому вот такое переосмысление придет. Ну и последнее – это бережное отношение к природе. Я всегда со своими знакомыми, друзьями, которые вот ездят на охоту, почему-то, знаете, носят там меховые шубы или что-то такое. Я всегда ругаюсь. Для чего вы это делаете? Есть очень много других вещей. Почему мы не можем беречь свою природу? Почему мы вот так вот относимся к ней безразлично? Вот выбрасываем пластиковые пакеты, да. Это все ведет к деградации. В конечном итоге вот это отражается на том, что учащается вот такие вот пандемии. И вот то, чем мы имеем с вами сегодня, вот это является, может быть, и не прямым, но все-таки важным результатом того, как мы относились вот к окружению и к окружающим людям и к себе лично. Да, это правда. Скажите, пожалуйста, какие у вас прогнозы по вот ситуации с коронавирусом? Можете сказать? Прогнозы такие, что нужно, в общем-то, вырабатывать коллективный иммунитет, когда условно 55% населения будет заражено вирусом, наступит коллективный иммунитет, тогда можно будет, в общем-то, более безопасно выходить на улицу. Но, к сожалению, это произойдет, в общем-то, такой тяжелой ценой. Люди будут болеть, умирать. Вот поэтому вот здесь, чтобы это все упредить, необходимо, чтобы процесс, может быть, этот, он каким-то образом затянулся. То есть нужно как-то расплющить вот эту вот эпидемическую кривую, то, что называется. Если это будет резкий скачок, то просто мест не хватит в больницах и придется лечиться дома. Ну, вы сами понимаете, какие последствия. Вот сейчас в Алма-Ате, допустим, уже не хватает мест. Да. И руководитель управления здравоохранения, вот он, я сегодня утром разговаривал с Акимом города Алматы, вот господином Сагентаевым и руководителем здравоохранения города Алматы. И вот сейчас, допустим, эти вот спортивные арены, да, Халык-арена, там другие, будут сейчас уже перепрофилироваться под такие больницы, потому что мест уже не хватает. Но проблема даже не в местах, проблема в том, что профессионалы, врачи сейчас уже болеют очень многие. Вот сегодня мы обсуждали о том, что, может быть, уже резидентов, интернов нет в институте. То есть сейчас ситуация такая, что из-за того, что такой всплеск идет, уже не хватает места. Поэтому вывод здесь такой, что, да, заражаться будут, эпидемия будет продолжаться, но нужно максимально предпринять усилия, чтобы это происходило гораздо, так сказать, более мягким путем, тем, чтобы не перегружать систему здравоохранения. Поэтому у меня убедительная просьба к всем слушателям, зрителям, чтобы все-таки продолжали, более серьезно относились к этой эпидемии. Она реально, она существует. У вас уже, я знаю, знакомые уже, многие болеют, а может даже кто-то смертит. У меня в моем окружении уже есть случаи смерти. Это очень серьезно, это очень опасно. Поэтому не собирайтесь ни на какие тои, ни на какие там мероприятия, поминки, да, воздержитесь от этого всего, да. Лучше вот выйти на улицу, прогуляться, насладиться теплой погодой, да, и соблюдайте дистанцию. Если где-то находитесь там в супермаркет, вам нужно прийти куда-то, надевайте маски, мойте руки. Это все очень просто. Не надо игнорировать это все. Не надо выдумывать и всяким глупостям этим верить, читать, смотреть, да. Просто вот берегите себя и близких. Представьте себе, что каждый у нас зараженный, да, и мы вот хотим теперь защитить вот других вот незараженных. Наденьте маски. Серьезнее относитесь к здоровью окружающих. Спасибо большое. Но последний вопрос. Сейчас вы находитесь на самоизоляции. Мы вот гордимся, вашим отцом гордились все время и сейчас, и вами гордимся. Столько всего вы для здравоохранения республики сделали. Скажите, пожалуйста, на самоизоляции сейчас над чем работаете? Я очень много сейчас выступаю и пишу вот о нынешней ситуации. Ко мне обращаются многие мои близкие, знакомые. Я стараюсь разъяснить им, что происходит. Нужно ли госпитализироваться, нужно ли самоизолироваться. То есть это такой постоянный процесс и стараюсь помочь. В том числе и работаю с министерством здравоохранения. На телеканале канал у меня еженедельный выпуск сейчас алмазных советов, где я рассказываю сейчас исключительно о коронавирусе, о том, как предупредить и как лечить его, да, как можно самоизолироваться. Ну и помимо этого я продолжаю проводить научную работу. У меня сейчас вот мы обследуем пациентов и мы очень, скажем, у меня свои клиники есть. И, естественно, мы продолжаем помогать пациентам. К сожалению, это сейчас не приходится делать в том же режиме, как это было раньше. Мы используем, скажем, онлайн-консультации. Вот, к сожалению, вот помимо коронавируса многие болезни не отступили. И нам нужно сделать все, чтобы помогать вот своим пациентам. Вот, по сути, вот то, в основном, чем мы занимаемся. А так, да, мы живем вот за городом. У меня моему отцу почти 90 лет, поэтому мы стараемся в основном оберегать его и себя, естественно, нам тоже уже. Мы в таком немалом возрасте, поэтому есть риски. И мы лично к этому очень серьезно и ответственно относимся. Алмаз Туригельдевич, спасибо вам большое, что вы нашли время для нашего телеканала ЖИТОСУ. Берегите себя и вот своего отца и семью. Спасибо вам большое. Вам всего доброго. Берегите себя. Спасибо. Дорогие телезрители, это была программа «Сегодня». Сегодня мы с вами встретимся во вторник. До свидания. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин